здравствуйте уважаемые слушатели сегодня 13 октября суббота 2018 год еще продолжается мы с вами погружаемся а в нервную систему насколько вообще это возможно но поскольку на прошлый в прошлый раз рассказывал о том что нервная система довольно плотненькая то есть там очень плотно между собой располагаются сосуды острогли нейроны и прочее прочее погружаться в нее трудно и поэтому я постараюсь ответить на очень важный вопрос который часто приходит с удивительной воспроизводимостью то есть он все время повторяется а как вообще произошла вся эта история как мы дожили до того что у нас появилась нервная система с которой связано столько трагедий заболеваний безобразие ну и к тому же она совершенно не хочет работать и все время скрывает свою некомпетентность так что умного не найдешь с дураком все время ошибешься то есть к сожалению да такая особенность нервной системы у нас есть и она является продуктом эволюционного процесса потому что если бы нас создавал какой-то высший разум то конечно такого безобразия дело не дошло ну конечно высший разум же он все предусматривает в буйных фантазиях своих апологетов а так на самом деле все такое же никудышнее как и у амфибий рыб и даже насекомых потому что нервные клетки на самом деле очень похоже по строению различаются основным размером а принципы их работы они собственно говоря в общем-то едины ничем не отличаются как же случилось такое что возникла та самая нервная система все началось конечно очень давно и до нервные механизмы на самом деле несут в себе те самые замечательные свойства наши головного мозга и периферической нервной системы которые характерны для всех живых клеток то есть те клетки которые обладают ядром а иногда и не обладают ядром то есть если это какие-нибудь бактерии на от или вирусы вирусы обращаю ваше внимание вообще не имея никакой нервной системы и бактерии они отлично размножаются чувствуете как это напоминает наших удачливых бизнесменов ну или футболистов замечательно размножаются и не надо для этого никакой нервной системы иметь вообще причем так что иногда выкашивают церл и народы как известно то есть вирусная инфекция очень опасно то есть мы видим вокруг себя что биологические задачи неплохо решаются микроорганизмами и безнервной системы но некоторые просто и не пользуются достигают примерно таких же результатов то есть в чем смысл существования вообще биологических разных явлений то есть это воспроизводство то есть еда и размножение больше никто ничем всерьез не занимается и только мы своих жалких потугах пытаемся как-то преодолеть вот это вот явление связаны только с одним поесть выпить ну и размножиться то есть на самом деле наше мышление если говорить так глобально вставая на философские позиции это некий артефакт приспособление позвоночных сложной внешней среде ну и поэтому этот артефакт он не очень всегда работает то есть нам не хочется пользоваться головой как же это все произошло поскольку основная задача любых сложных органических систем это воспроизводство то есть для этого нужны некоторые условия это кислород как минимум вода ну и энергия пища для того чтобы воспользоваться теми преимуществами которые дает органический синтез или скажем ресинтез там разные варианты есть для того чтобы делать себе подобных больше ничего особенно не нужно и собственно говоря у растений которых мы видим вокруг себя гигантское количество которые с удовольствием завариваем в чашке который с удовольствием топим в печках или строгаем из них значит себе мебель они как раз обладают всеми теми же свойствами что и мы только без всякой нервной системы а в чем дело на дело то в том что любая клетка живая обладает способностью нервной клетки она не может генерировать сигнал потенциал действия но она может свои мембраны которая перезаряжается во первых поддерживать заряд все клетки так или иначе в этом мире заряжены имеют заряд то есть внутри количество ионов одно а снаружи другое то что позволяет возник заряду вот такой заряд существует у всех и одноклеточных растений но и растения поскольку речь идет о ранних организмах в далеком прошлом речь идет о событиях которые отставлены от нас там на почти миллиард лет воспользовались очень простыми системами то есть сначала были одноклеточные появились одноклеточные естественно организмы после некоторого некоторые длинные истории формирования кацерватов таких примитивных самовоспроизводящихся организмов это кстати вы проверено длительные эксперименты про пропусканию электрических зарядов через смесь примерно тех химических элементов которые могли быть миллиард лет назад на поверхности нашей земли показали что да действительно там начинает образовываться органика который потенциально могла использоваться в тех самых кацерватных каплях которые были по предтечами будущих организмов то есть ничего здесь хитрого нет и в искусственных условиях за несколько месяцев можно из неорганики наделась в этих условиях достаточно много органически сложных молекул которые могут стать базой для появления организмов так вот среди организмов естественно одними из первыми доминирующими стали те кто стал использовать то что доступно то есть кислород неорганику и свет то есть растения не имеют никакой нервной системы но реагируют обладают памятью но здесь немножко похитрее дело в том что у растений их тело это есть морфогенетическая память когда корень обрастает там некую поверхность или под действием сильного ветра значит растение приобретает определенную стелющуюся форму это и есть память событий и растения могут адаптироваться многочисленные эксперименты на то что там если повреждать растения то они будут реагировать да действительно если еще 20 лет назад были проведены такие эксперименты по которым стала из которых стало ясно что домашние растения надо немножко тиранить почему потому что если обычная рыбе допис там подергать за листочек то выяснится что он реагирует то есть он реагирует на механическое воздействие но на химию понятно что если вы его польете например спиртом вместо воды то растению среагирует то есть погиб вот поэтому вода нужна и вот механическое воздействие она приводит к тому что например там в сто раз повышается количество синтезируемого рынка там кальмодулин сцепленные там гены которые соответственно за определенные метаболический цикл экспрессируются активно то есть растение мне безразлично трогает их дует ветерок там качают их не качают поливают не поливают и прочее прочее то есть это подводит нас главным свойством растения растения все как и все животные все клетки ну за исключением мертвых которые у растений поддерживают их форму они обладают несколькими универсальными свойствами они обладают хемочувствительностью всей иначе никого метаболизма не будет они обладают способность к них воспринимать механические воздействия именно поэтому подергав за листик араби допис самого вступаем в запускаем экспрессию генов а с другой стороны они обладают еще и чувствительностью к электромагнитным воздействием но и мы обладаем в меньшей степени растения в больше но света мы видим слава тебе господи это есть электромагнитные небольшой диапазон электромагнитного излучения то есть таким образом задача очень простая используя очень простые приемы химическую механическую и скажем электромагнитную чувствительность попробовать воспроизвестись то есть с помощью этих простых чувств то есть рецепторов скажем так заставить организм получить некие преимущества которые собственно говоря дадут возможность воспроизвести потомство в этом отношении стратегии любых организмов которые мы можем видеть как среди лондонских миллионеров так и среди плоских червей где-нибудь в болоте абсолютно одинаково задача очень проста максимальное количество энергии накопить ну у тех кто попроще те накапливают подкожный жир получается и толстенькие жирненькие люди которые надеются что его надолго хватит но те кто посообразительнее те пытаются накопить этот же жир видели там зелененьких прямоугольничков бумажных денег швейцарских банков тоже тоже самое все то есть максимальное накопление индивидуальной энергии для чего для того чтобы воспроизложить и воспроизводиться при этом минимизация расходов чем меньше ты расходуешь тем больше шансов что ты получите биологические преимущества которыми все стремятся то есть вот на этих простых принципах на чувствительности клеток химическим электромагнитным и механическим воздействием построена система воспроизводства это воспроизводство одинаковые растения хотят размножаться и размножаются просто это единственный способ выживания биологических объектов но то есть иначе говоря чем любой организм меньше работает меньше затрачивается и больше получать тем больше шансов что у него потомки выживут и он сам выживет таким образом без нервной системы у нас существует гигантское количество живых организмов на этой планете себя хорошо чувствуют это и грибы и лишайники растения у них нет нервной системы есть конечно те у которых нервная система вторично утрачена это как раз большой намек на бизнес сообщества многие кишечные черви паразитические которые паразитируют на млекопитающих когда-то имели нервную систему и на ранних стадиях развития даже там появляются некоторые следы а у некоторых она действительно есть только следовое количество но со временем живя в прекрасных условиях но что-то вроде кишка с едой это что-то вроде ниц или швейцарии над где много еды полная безопасность ни о чем беспокоиться не надо пищу тебя уже разжеванную подают и ты можешь ее всасывать причем не обязательно ротовым и даже системами а просто через тело но и замечательно остается что делать только размножаться и развлекаться ну или выпендриваться то есть проявлять доминантность поскольку мы социальные существа но для этого тоже все приспособлено как вы знаете то есть при этом упрощение нервной системы всегда происходит в условиях когда у вас есть избыток очень большой избыток пищи и комфортного существования при этом те кто не обладает нервной системы достигли максимальных размеров обращаю ваше внимание что мамонтово дерево это до 150 метров достигает там 130 150 метров а так называемая долговечная сосла сосна живет 4600 лет мить как хорошо меня чем не волнуется нервной системы то нет так что долгоживущие существа то есть организм на этой на этой планете нервной системы особой не обладают то есть ее нет то есть она реагирует физиологически то есть есть вода электролиты свет но и хорошо то есть таким образом растения они у нас и самые большие на этой планете организма и в время обладают замечательной долгожительством при этом существует память тела виде их формы то есть их виде самих тел то есть память они до есть они адаптируются только очень медленно и вот для того чтобы повысить метаболизм для того чтобы метаболизм был повыше нужна нервная система потому что если так медленно реагирует как растение то не дождешься реакции мы просто и не видим на самом деле реагирует еще раз подчеркну они очень быстро дернул за листочек тут же экспрессия просто тело строится медленно поэтому незаметно значит в этом отношении мы можем обратить свой взор к более примитивным но более шустрым животным то есть жгутиконосом например на его то есть 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 авто гетеротрофы то есть те которые обладают и синтезом то используют прямой электромагнитное излучение у них есть хлорофилл и те которые не обладают неким синтезом но сказать и потихонечку паразитируют на окружающих разыскивая органику и прочее прочее то есть у них тоже нет никакой нервной системы поскольку одноклеточные ну поэтому одноклетка она не может быть нервной это я значит но тем не менее у них довольно сложное поведение что особенно завлекательно и долгое время считались очень странные были очень странные представления когда в такую зоопсихологию пришли разные серьезные люди и стали наблюдать за ними а здесь надо отдать дань трамбле который больше 250 лет назад благородных сэр значит правда французский который в своем имении ходил со слугами вдоль канав таких дренажных по своему парку и очень сильно заинтересовался гидрами многоклеточными уже организмами вот он написал прекрасную книжку советую и почитать удивительно как таком далеком прошлом можно было делать такие изящные эксперименты проводить такие изумительные наблюдения сейчас это делать никто не мешает просто никто не делает как ни странно так вот с тех времен интерес к водным всяким одноклеточным существам очень велик не только из-за инфекций многочисленных не только из-за того что это переносчики опасных заболеваний там очень таких плохо лечащихся и которые несли миллиона жизни но и на их биологии и здесь такой был леп один из исследователей поведение как раз для нас важно разобраться что с поведением этих одноклеточных существ исследователь который очень тщательно изучал многочисленных простейших одноклеточных которых точно нет нервных нервной системы он открыл что оказывается батюшки вот эти самые все простые свойства то есть способность химической чувствительности электромагнитной механики оказывается можно формализовать и он написал как раз первым химатаксис все эти организмы микроскопического размера 12 миллиметра как раз тогда был большой интерес к микроскопическому наблюдению за живыми существами и он описал химатаксис так то есть есть фото таксис потом геотропизм то есть по это механорецепция по сути делал по градиенту к центру земли но мы всеми градиент ловим так качаясь все время пытаясь вестибулярным по аппаратам и пятой точкой поймать так сказать направление к центру земли все время так переступаем понемножечку чтоб сигнал приходили также и простейшие делают но и он открыл очень много интересных вещей он даже предположил что существует на одноклеточном уровне некоторая сообразительность и обучаемость ну вот с классический эксперимента с паромециями в чем же там дело берут паромеции одноклеточных таких него них там оптимум 24 28 градусов температуры а потом их держит на холоду то есть ну по прохладнее что был там 21 например 19 градусов а потом помещают их в такой аквариумчик маленький в котором существует градиент температур а 24 от 20 до 28 оказывается что если их потренировать сначала на низкую температуру то они будут собираться в более менее в менее нагретом участке этого самого маленького аквариума но вот пожалуйста вам он привычка которую он говорил что это память клеточная вот пожалуйста без всякой нервной системы они предполагалось память ноги причем крупные ученые попадались на это дело на например часть жадсон хэрик которого я считаю таким же учителем в области своим в него области нейробиологии как и зворыкина который у него такая тоже непростая судьба крупные его монографии кроме популярных таких более доступных книжек это мозг тигровой саламандры такая книжка посвященная мозгу одной амфибии хвостатой одно он тоже интересовался этими вопросами но его произвели огромное впечатление то как ведут себя в тоненьких трубочках некоторые одноклеточные просто они не могут развернуться внутри значит имеется ввиду параметции в трубочку засунуть если их а так что не развернулся она мучается мучается и сначала поворачивает в обратную сторону за 40 50 попыток а потом умнеет и поворачивает за 58 попыток вот даже такой человек как чарльз жадсон хэрик попался на это дело скалуна верно на что-то там чему-то обучается у нее есть память но последующий эксперимент как раз не подтвердили это но убедительно вам показывают трубочку в которой вот не ученые параметция мучается повернуться не может а ученые бац и поворачивается что здесь просто возникают всякие ассоциации но многие были такие веселые вещи но например шестидесятых годах на основании примерно таких же заблуждений решили съесть всех профессоров но вот на западе но там как всегда выдающиеся журналы высоко рейтинговые ну как сейчас любят поговорить там вот главное 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 еще источник науки в мире опубликовали такую статью о том что параметции не параметции прошу прочим планарий обучили в т-образном лабиринте червяков таких плоских свободно живущих поворачивать направо и налево с одной стороны электричество с другой стороны влажное и жвачно то есть там еда но параметции обучили поворачивать нужное место потом взяли параметцию разрезали на кусочки скормили не ученым ну и те сразу бодро пошли куда нужно пускать но надо всех профессоров съесть но и все и учиться не надо прекрасно это опубликовано в рейтингом уже такое впечатление что ли вторую публиковали никогда вообще и не ели даже я уж не говорю там про пользование мозгом то есть у них видим как у растений мозг отсутствовал начистость на 9 параметциях они доказали о том что с помощью переваривания мозгов профессуры можно обучиться вот хоть что хоть падай но такого много западной науки к сожалению стараются об этом потом замалчивать вот примерно то же самое было и без позвоночника ну например там доказывали очень много интересных вещей например гальвана таксис то есть вставили в животных каких-нибудь по примитивней там амфибий там каких-нибудь одноклеточных или рыбную молоть и они головой каноду поворачивать этот видите у них какие сложные какая рецепторная система на вот но и черви без головы если им отрезать голову они тоже пытаются почему-то уползти из мест где есть высокое напряжение на почве то есть странные вещи или корни растений все время в поворачиваются в сторону отрицательного полюса это тоже феномен известен но одно имеющий большой скажем так практически интересного мало смысла поскольку там механизм сан другой есть целый раздел занимающийся науки электромагнитным воздействием и там все не так чисто на самом деле там фантазии больше чем реальных научных исследований вот но и много было заблуждений в результате уже в девятнадцатом веке там кюне знаменитые значит тот же самый розенгов ты более раньше почти на столетие они считали что без позвоночных то есть и особенно одноклеточных ну просто гениальными тот же сам кюне считал что сувойки такие очень примитивные существа вообще способны к ощущениям и даже к свободной воле то есть вот оказывается в чем дело то есть одноклеточные они обладают свободной воли до чего можно додуматься если ты пользуешься вместо собственной головы теологическими концепциями а вместе вместо анализа экспериментов значит их творческие объяснение еще дело докатилось до того что эрнст гейкель знаменитый эволюционист наделял одноклеточных душой и утверждал что дух он характерен для и для одноклеточных организмов тут нервная система ни при чем достаточно здесь душой клетки но на самом деле уже в 1892 году веселый такой исследователь был томсона он показал что если вот обучить какой-нибудь одноклеточное существо ну или примитивная многоклеточная нот причем даже если одноклеточный разрез так чтоб не было ядра если он достаточно большой то выясняется что все вот эти таксисы это что они считали научением или свободной волей вот оказывается бы сохраняется и без ядер его фрагментах этих существ то есть он показал что это все мистика чистейшая и речь идет о простых химических электромагнитных и механических воздействиях на организм то есть вот такая история эти одноклеточные организмы на самом деле действительно обладают очень интересными свойствами которые плохо исследованы и плохо поняты но заблуждений выразили очень много я вот сюда приводил эксперимент такой связанный с теми же параметциями у них можно даже выработать домашних условиях условный рефлекс взять серебряную иголку почистить ее потом ее помогать в бульоне в таком от супа вру в любимом супчики вот но и поместить в сосудик с параметциями там проходящем свете без всякого микроскопа понять лично видны они будут собираться и поедать этот бульон ну понятно органик вот если так поделать раз 10-15 по потом опустить просто серебряную иглу они соберутся вокруг уголки почему потому что ее на серебра подают воду то есть явно у параметции условный рефлекс к сожалению нервной системы нет и отсюда конечно это неприятно очень для условного рефлекса он строить павлова как же так без нервной системы рефлекс есть но это говорит как о ценности подхода к одноклеточным то есть изучение их поведения так и ценности павловской теории так что к сожалению такими вот странными экспериментами мы опровергаем очень многие события простыми и доступную который может каждый повторить дома но сейчас мы с вами переходим к новостям есть накормили самку размножились и как-то обеспечивали своих этих генокопии все а зачем ты ему думать думать то нужно только для того чтобы выполнять вот эти функции поэтому мозг считает что если ты размножился и там как говорят он девушки ближе 45 годам но все внуки появились все все дела переделал все на кладбище то есть мозг не собирается ничего делать мозг это инструмент для того чтобы выполнять вот эти простые биологические функции поэтому любая рассудочная человеческая деятельность вызывает огромная неприязнь и нежелание и заниматься значит здесь сергей вячеславович я посмотрел частоту сердечных сокращений в википедии ночью днем и так далее значит сердце должно остановиться в 35 лет но средняя продолжительной жизни в два раза дольше значит дело в том что да действительно если брать рассчитанные и вычисленные вот таким образом то сердце должно становиться 35 лет но собственно говоря многократно говорил мы на больше ты не рассчитаны в общем то и продолжить жизни всего там сто лет назад примерно такая была то есть с точки зрения биологической это вот тот самый срок который человеку и назначен но дело в том что у нас есть замедление сердечной деятельности очень разные нас есть экономные способы сокращения и медицина развивается теперь уже поэтому это не абсолют и скорости индивидуального сокращения и сердце и мышц они очень своеобразные индивидуальны поэтому в принципе на 70 хватает но потом посмотрите какой 70-летний тут уже явно конец то есть ресурс у нас запасной есть ну как я уже говорил там про иннервацию мускулатуры на в пять раз больше чем нужно но иначе на всю жизнь не хватит значит можно ли полностью заглушить инстинкт размножения инстинктами еды доминирования не не нельзя потому что а после того как вы раз наелись тут же хочется размножаться поскольку у нас так мозг устроен что как только достаточно белка липидов углеводов значит надо производить сперматозоиды или клетки и тут же их использовать все-таки у нас репродуктивная стратегия главное в жизни поэтому собственно посмотреть на государство все подчинено там делать пещерки для размножения делать разные эти способы кормления всякой дрянью лишь бы хватило на первый цикл размножения ну а потом дальше неважно можно главное потом пенсии не платить профессор что скажете по поводу профориентации в школах сейчас в ссср была ли профориентации в ссср более качественной да было я сам специализировался и в результате от всякой профориентации освоил профессию с профессию столяра чем собственно говорю до сих пор балуюсь поскольку человек должен заниматься не только индивидуальным трудом интеллектуальным трудом но и руками шевелить иначе хвост отрастет или склероз наступит каких-нибудь областях которые связаны с двигательно-моторной координации значит можете объяснить как правильно пользоваться мышлением или как сознательно стимулировать нейронные комплексы чтобы между ними создавали синаптические связи можно никак не стимулировать они смогут образовываться каждый нейрон в нашей коре образует 3 синапса примерно 3 синапса в сутки и 3 разрывает хотите что было больше надо использовать разные участки коры здесь все средства подойдут интеллектуальные и физкультурные главное не увлекаться чем-то одним иначе плохо кончится склероз начнется в одном месте и будете жить за счет другого значит еще есть вопрос значит такой не очень интересный что по вашему мнению есть душа и что вообще в мест и если место такому понятию как люди дифференцируются по этому понятию спасибо натали наталья вы ошиблись передачей с моей точки зрения какой души нет вот это квинтэссенция социально лингвистическая такого подхода когда человек обладает некими качествами которые относят к душевным душа это выдумки теологов для того чтобы объяснить очень простую вещь вот все люди разные все бегают вокруг значит всех можно сравнивать кто это умеет то это умеет кто это не умеет кто хорош кто плохо поступает то хорошо но в рамках социальной парадигмы а душа это то что можно очень хорошо эксплуатировать вы говорите у вас есть вся душа есть душа но вы ее не видите не чувствуете оценить не можете взвесить не как все хорошо хорошо и дальше значит вам говорят что ваша это душа это вот некая особая субстанция делающая ваш вас людьми то есть вот вам пожалуйста лингвистическая конструкция за которой вы тут же должны платить вот и все собственно говоря и дальше вы ее должны холить лилеечить от чего-то беречь то есть вы не видите ничего физически и ощутить не можете представить вы должны просто поверить в ее существование а дальше на вас накручиваются разные обязательства по поводу выкармливания этой самой трансцендентной субстанции и вы оказываетесь связанными то есть вы родившись уже должны дальше платить всю жизнь ну или обслуживаете определенные интересы тех кто вам это навязал или в этом убедил есть такие люди есть пожалуйста около 10-15 процентов населения в любых в любой стране есть глубоко разделяют такие мысли о душе но и очень хорошо потому что многим как раз этому количеству обычно объяснить ничего нельзя поэтому приходится пользоваться такими вот умозрительными конструкциями чтобы заставить их поверить то что надо вести себя как люди они как животные хорошо это конечно хорошо все религии хороши но только для определенного контингента людей которые как раз головным мозгом пользуются не так часто и не так много но это понятно вредит по жизни поэтому им лучше вот пользоваться такими моделями социальными социализации от ничего плохого в этом нет я не осуждаю нет просто это биологический закон если мозг не хочет работать он будет пользоваться готовыми алгоритмами которые намного выгоднее для организма то есть можно и поправиться и весь прибавить и мозг постепенно склеротизирует что тоже неплохо для социальной системы где нужно платить налоги выполнять чужие интересы обслуживать чужие интересы давайте сейчас мы послушаем что у нас происходит извините у нас небольшой сбой но ничего мы сейчас перейдем к некоторым таким социальным явлением у нас же нобелевские премии все получили аж целых три физики химики физиологии медицина что там с этим связано а да все очень просто по химии значит у нас что пока за что дальт по сути ну это метод то есть файги для синтеза и переноса новых белков ну вот собственно и все то есть технологию придумали как не иммунизировать например там организма использовать файги сложно химически до сложно трудная технология да но это метод для научного открытия здесь особого не вижу вижу методический прием новый прогрессивный который пока еще ничего не дала только обещает дать но это все равно что дать премию вперед ну как бараку обами мне кажется что до того не стоит то есть здесь нет никаких научных достижений есть разработка химического такого скажем биохимического прием физиологии медицине тоже не намного лучше опять методическая работа новый принцип лечения рака на чем он состоит но он сказать это старый такая давно потухшая идея о том что давайте вот мы антитела придумаем которые будут садиться на раковые клетки а к этим антителам привяжем какую бомбу вот наши долгое время носились там туда при при приспособить на на частицы золота и вот значит антитела села на раковую клетку а потом мы как взорвем с помощью свч печки и клетка раковая взорвется вот эта глупость вся значит она существует очень давно и в разных апостасях потому что там пытались найти антитела к этим раковым клеткам запускать их в организм чтобы они значит уничтожали во первых они приходят не туда во вторых они никого не уничтожают это общем есть специальная литература обширнейшая которая известна что же здесь за что алисону их он же дали нобелевскую премию то есть они собственно говоря показали что можно специальными способами химическими на поверхности клеток которые должны очищать наш организм в том числе от раковых клеток нас есть клетки раковые образуются примерно каждые полчаса хотя подсчета не очень точные ну примерно это так и вот их собственно иммунная система уничтожает однако это самая иммунная система она как бы не всегда срабатывает так вот это парочка сладенькая придумала на разных белках блокировать белки которые тормозят то есть на этих клетках иммунная система специфических распознающих раковые клетки есть молекулы которые тормозят это распознавать ну что они предложили давайте магнит их заблокируем и вот это ctl a4 значит тормоз в клетках которые распознают уничтожают раковые опухоль давайте мы их заблокируем тогда эти клетки возьмут сами по себе и пойдут дальше уничтожать а то вот с тормозом они плохо находят уничтожает но эффективность есть да там меланома рак кожи вроде как успех небольшой очень специфическое заболевание очень узкие применения ну допустим что это работает хотя бы хорошо было под проверить все это работа еще прошлого столетия ну и то же самое хонжио там pd1 еще 92 году значит такая же точно молекул которая сидит на клетке которая принадлежит собственной иммунной системе мы блокируем этот тормоз они называют тормозом и значит клетка приходит и начинает дальше уничтожать раковые клетки вот примерно такой предельно упрощенный вариант но и вроде как метастатический рак они там определенную форму очень узенькую вроде как они могут лечить ну а физики там тоже нобель за метод значит ашкину что оптический пинцет для переноса молекул ну хорошо но есть еще разные атомные микроскопы которые переносят ну давно известно в общем то еще 20 лет назад но еще стрикленд и мору сверхтонкие и сверхкороткие импульсы мощные лазерные но это используется там для лечения для операции на глазах полезное дело да но причем в нобелевская премия не знаю в общем три методических работы с разной достоверностью которые но мне кажется как собственно говоря к открытиям в научной сфере особого отношения не имеют многие из которых надо проверять но такая типичные нобелевские премии как обычно но сейчас давайте попробуем с вами принять звоночек будьте добры говорите спрашивайте вы в эфире вопрос уже но сдавние вот данный американский ученый или женщины иммунной клетки для уничтожения рака груди щетой степени вы что об этом скажете спасибо значит иммунные клетки для уничтожения рака груди четвертой степени ребята как они преодолели собственную иммунную систему женщины у меня вопрос такой у нас что вот у нас эти вот ребята которые прохиндеи которые занимаются стволовыми клетками которые их вводят масса куда не иммунную систему собственную деле она испарилась каким загадочным образом вот женщина там болеет да это ужасно когда онкологии рак груди это жуть и дай бог но ребята как вы собственной иммунной системы что ее задавили что и совсем тогда тот же самый рак будет еще интенсивнее развивается понимаете когда вот такие утверждения делают надо очень хорошо знать ситуацию поэтому я к сожалению комментировать такие вещи не могу потому что все опять напоминает пиар компании для получения денег на те или иные на ту или иную деятельность в основном на постройку этих яхт будьте добры справа спрашивайте задавайте ваш вопрос нет извините значит попробуем другой будьте добры задавайте ваш вопрос здравствуйте да вопрос такой как влияет на мозг и звучание вай фай и мобильного телефона понял значит к сожалению таких исследований стараются не проводить почему потому что если поместить крысу на 10 телефонов которые работают непрерывном режиме звонки вода и звонков она они плохо все очень чувствуют но эти компании которые делают эти электрические гаджеты они такие богатые и такие мощные что я боюсь таких исследований никто по-серьезному делать не будет но все боятся ну потому что это ко всем что то вы представляете какой-нибудь сеньор x открыл например средства лечения диабета но он проживет ровно столько сколько ближайший киллер ближайшему киллеру понадобится доехать до него больше ничего потому что маржа с фирм которые паразитируют на диабете составляет миллиард в день чистого чистой прибыли то же самое с этими телефонами вы представляете количество телефонов сделать это если ничего не стоит это берешь там 20 крыс берешь делаешь контрольный эксперимент с обычным электромагнитным излучением той же плотности от трансформатора и ставишь рядом еще эти самые телефонные то есть клетка под которой располагается 10 телефонов которые находятся непрерывным на непрерывных звонках сделать это сложно да и нет стоит это очень недорого а потом скрининг всех органов и тканей не как у нас любят физиологи показывает ведь крыска она там начинает преподать на левую ножку вот это если от этой бредятина избавиться просто-напросто взять сделать такой эксперимент например двухмесячный на крысах и not like в качестве контроля нужно обязательно электромагнитное излучение ком трансформатора это нужно моделировать плотность там память всякие такие вещи напряженность поле и если вот мы увидим что трансформатор работает не дает не те результаты для этого нужно весь sky screen всех органов и тканей то есть нужно там 200 фрагментов этой крысы порезать исследовать провести маркерами значит соответствующими ра нормально ли у нее работает и тогда будет четкий ответ достаточно сделать одну такую работу и все тут же закроется тут станет ясно что это вот плохо это хорошо кто должен делать роспотребнадзор кто должен финансировать но если беспокоиться о собственно гражданах об их мозгах ушах носах и прочее государства это есть собственно говоря основная задача государства это следить за здоровьем граждан ну и что вы думаете food and drug administration в сша заказывает такую работу когда у них столько фирм которые торгуют этой ерундой с яблочком на вкус да никогда в жизни потому что они содержатся на эти самые деньги естественно никто не будет это делать работа стоит недорого там и не знаю там в пару миллионов можно уложиться если по серьезному и тогда скрининг имеют пару миллионов рублей рублей не долларов и скрининг этих всех органов и систем показать да пожалуйста в открытом интернет пространстве что смотри что с мозгами произошло смотрите что с печенью вот что-то с половыми органами и так далее тому подобное вот вам сравнение вот вам картинка 1 картинка другая вот здесь клеточки такие есть клеточки такие здесь иммуногистохимические реакции одни здесь другие вот вам орган один загубили а другой вроде бы ничего вот как это делается делается элементарно давно известно по каким принципам просто эти все исследования как правило проплачиваются покупаются фальсифицируются на корню потому что ученые небогатые люди а те кто еще выдает разрешение они еще как правило очень хозяйственные в смысле коллекционирования дин знаков вот и все поэтому ответить я вам вот так точно не могу поту поскольку нужно контрольные такие эксперименты сделать с этим ничего нельзя потому что вы понимаете сколько платят эти фирмы за разрешение использования этой своей все всего этого барахла и что бизнес так велик что цена человеческой жизни обесценивается в десятки раз вот и все поэтому я вам четко сказать задать ответ на этот вопрос не могу давайте еще один звоночек дай вас слушаю говорите пожалуйста сергей вячеславович да раз стоянного слушателя хотел бы узнать как ли курение сигаретного мозгового деятельства многие люди которые защищают диссертации в процессе написания начинают курить это помогает или вредит на понятно значит начинают курить потому что мозг заставить очень тяжело работать поэтому иногда сигареткой значит вызывают спазм сосудов но это вызывает ответную реакцию некоторую мобилизацию конечно любое вредное вещество которое падает в организм она вредит в том числе дыхание например большом городе вредит также точно я уже говорил о том что у горожан по сравнению с жителями как глухой сибирской деревни легкие такие темненькие серенькие как тряпочки а вот если приезжает откуда-нибудь сибиряк у него легкие там розовые такие красивые но это не значит что он всем приезжать жить в сибирь к сожалению да жить вредно очень токсично на вот и но курение добавляет к этому считается что некоторое количество вот такого дыма им даже лечили ну типа сигарного или сигаретного но там обладает неким стимулирующим действием но если этого немного если у вас четыре пачки сигарет в день то ничего хорошего не будет кроме рака губы и рака легких а если там небольшие количество там например любите костерок развести но это то же самое вы все равно дышите тем же возгоняйте то же самое поэтому если в небольших дозах все не так вредно и даже иногда полезно а в больших дозах вредно даже черная икра можно может вызвать проблем очень большие поэтому сигарет в основном используют для мобилизации но здесь надо понимать что существует разница вот это очень важно в этом во всем деле если вы берете просто возгоняете того табак то что вы делаете вы вызываете что спазм сосудов обычно это хорошо известно повышение кровяного давления и вроде как мобилизации вот при написании диссертации статьи это часто используется но если вы курите ферментированный табак то на самом деле ситуация обратная капилляры наоборот расширяются давление падает и физиономия становится как у дона педро такого красного цвета вот то есть ферментированный табак и просто возгонка табачных листьев действует по-разному я свое время перед принятием закона пытался объяснить это казенным деятелям но это бесполезно поскольку надо для этого чтобы у них был хоть какой-то мозг потому что разные вещи есть здесь зависит от чего от того сколько и чего вы курить это очень существенно но любой избыток как правило действует отрицательно поэтому нужно дозировать все все в этом мире даже я да не как известно используется в медицине как лекарство то есть в этом отношении сигареты алкоголь не ничуть не исключение я вас слушаю спрашиваете задавайте вопрос как персонально помочь церебральному сортингу случится спасибо ну церебральный сортинг персонально очень трудно помочь я понимаю что всем хочется добраться наконец до нашего чуткого начальства и поинтересоваться что там в мозгах вот именно поэтому нужна политическая воля то мы закончим свою эту историю не начавшись поэтому будет политическая воля будет желание добрать гения для решения хотя бы государственных хотя бы военных вопросов но будет подвижка нет закроют лавочку до того как мы с вами успеем шевельнуться первый раз начну здесь у нас есть веселенькая история так звучит панамская утка здесь прекрасная компания ученых габриэль радванский айя бен яков и рик хэнсон они поразили воображение научного мира тем что установили что гиппокамп оказывается разрезает наше непрерывное существование на сцены как в кино подходящие для хранения воспоминаний но это чистый анекдот причем умудрились они это сделать следующим образом учитесь ребята как зарабатывать деньги они взяли и одним 15 человеком показывали фильм форест гамп а вторым 16 с кнопками значит хичкока взрыв все мертвы значит вот такая замечательная история то есть вы берете там 30 человек хотя на самом деле в статье говорится 253 человека но кнопка у них не было на мрт а с кнопками был только 16 15 но ты дальше смотрите как они нажимают кнопки это прекрасно и на основании сканирование выйдешь вы видите как гиппокамп нарезает сцены из этих фильмов ну и конечно бен яков сказал что ну мы для начала выровняли у всех активность мозга как с помощью лопаты они выравнивали эту активность мозга то есть такой набор бессмысленных слов и таких же бессмысленных выводов то есть нельзя не видимо никак не справившись с идеей которую они выдвинули они пришли к тому что бедный гиппокамп который входит в лимбическую систему который никакого отношения к зрительной информации не имеет а является инстинктивно гормональным центром поведения оказывается с их точки зрения на основании таких исследований мрт и люди с кнопкой под два фильма оказывается нарезают воспоминания на подходящие фрагменты которые мы храним где храним какие фрагменты на каком основании режутся с какой стати гиппокамп занимается тем чем занимает зрительная система этот наш замечательный бен яков не сообщает это остается у него видимо в гиппокампе и поэтому для остальных недоступно он тем не менее большая статья опубликованы причем в достойную приличном журнале так что учитесь получать гранты и проводить красивые интересные эксперименты с просмотром старых кинофильмов а на этом мы с вами прощаемся и переходим к новостям